Надо обсудить, где Сатурн. Давайте вспомним такую совсем простую штуку, которая называется интерполяционная формула. Сначала совсем простая. Есть у меня точка, ну для простоты, точка 0 и точка 1. И прямая. y равняется kx плюс 2. Что можно сделать для любой приема? Посмотреть значение в нуле. Пишем, y от нуля это b. И посмотреть значение в единице. Значение в единице это, естественно, k плюс b. И теперь, господа, смотрите, какое у нас есть преобразование. А очень просто. По коэффициентам k и b мы с вами можем построить новую точку. А именно точку с координатами b, k плюс b. Зная числа k и b, вы знаете числа на b, k плюс b. Отлично. И у нас есть и у нас есть другое преобразование. Для образования, которое из точек y нулевое и y первое, делает новую точку. Находит эти самые числа k и b. Это очень просто. В роли числа k выступает просто-напросто разности y1 и y2. А в роли числа b, вот это. Ребята, согласитесь, что здесь ответ, где земля, где саду, абсолютно понятен. Вот это, это понятные причины. Это расстояние, эти два расстояния. А вот это, это коэффициенты многочленов. И у нас есть очевидные формулы, которые со Земли переводят нас на Сатурн и с Сатурн на Землю. Все просто-напросто разности и саду. Представим теперь, что у нас не две точки, а произвольный набор точек. Нам еще есть темпы. Это, конечно, намного сложнее. Так, ребята, все-таки для краткости можно я буду писать не произвольный набор точек, а все-таки, ну, не знаю, я думаю, что хватит. Значит, Виталий, есть точка y нулевое, x первое, x второе. И задача ставится к следующему вопросу. Мы знаем значение y нулевое, мы знаем какое-то значение y первое, ну, и какое-то там значение y второе. Это абсолютно произвольные три числа. И интересуемся следующим вопросом. Как через эти три точки провести график функции не более, чем второй стиль? Заметьте, опять, что такое Земля? Земля – это набор чисел. И первое, или первое, или второе. Вот это Земля. Что такое Сатурн? Это три квалифициента. Формула у нас такая. Ах квадрат плюс bх плюс с. Нужно научиться по числам негритой, 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 негритой находить числа АВС. Не нужно наоборот научиться по АВС искать вот эти числа. Господа, здесь опять преобразование справа налево в высшей степени простой. То есть, смотрите, что у нас есть. у нулевое – это есть Ах нулевое в квадрате плюс bх нулевое плюс с. у первое – это Ах первое в квадрате плюс bх первое плюс с. у второе – это Ах второе в квадрате плюс bх второе плюс с. Вот это преобразование из коэффициентов в значения. Вы уже это помните, да? Сатурн – это там, где коэффициенты. Земля – это там, где значение. Вот это преобразование записывается вот такими тремя формами. Замечательно. А назад. Как узнать коэффициенты, если мы знаем значение? Вот простой способ, так называемая интерполяционная формула Лагранжа. Выглядит она в следующем образом. Мы не обязаны сразу указывать коэффициенты, а можем сделать так. Сначала указать многочлен, который равен единице в точке x0 и равен нулю в остальных двух точках. Он очень легко пишется. Это x-x1 умножить на x-x2 разделить на x0-x1, x0-x2. Вот смотрите, если вместо x подставляешь x1, то это будет. Если x2 подставляешь, то это 0. То есть все отображения будет в обеей точке. А если вместо x подставляешь x0, то будет сократиться единица. Значит, надо вот это умножить на x0. Ну и точно так же. y1 умножается на такую же дробь, y2 умножается на такую же дробь. Я напишу для отчасти совести, но, господа, надеюсь, что всем это вполне понятно. Вот так вот. Здесь у нас будет x-x0, x-x2. И там аналогично. x-x0, x-x1. В общем, кому интересно, это много раз такая единица была, традиционная абсолюдовала, три темы. Вот, все. Это называется традиционная форма на ганжи. Мы таким образом, по значениям y1, y2, y0 умеем строить многочлены. Между прочим, я мог не писать эту абсолюдовую форму, а я мог сказать так. Посмотрите на вот эту систему. Это система из уравнений линейного. Если считать, что x это фиксированные точки, то это просто система из уравнений. А, b и c неизвестны. Определитель этой системы, это знаменитый определитель Вандер-Монда. И для тех, кто знает определитель, ну, что называется, они знают, чему он равен. Он равен произведению разности этих самых хиксов. И значит, он неравен и любит. Поэтому для тех, кто знает линейный алгебру, это вообще не задача. Вот у нас открытие Вандер-Монда неравен и любит, потому что точно разные. Система имеет единственное решение, стандартно правил линейный алгебру, подписываем. Так, это я объясню. Теперь вопрос, какое все это имеет отношение к нашей задаче, к образованию учения.